По данным регионального Роспотребнадзора, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области на этой неделе 339 человек. Это превышает средний областной показатель на 11%. Из общего числа ковидных больных 177 оказались на больничной койке. Остальным лечение проводится амбулаторно. И хотя на прошлой неделе число заболевших снизилось на 100 случаев, по сравнению с предыдущим периодом ликовать совсем не время. Статистика неумолимо доказывает, пренебрегать средствами личной гигиены пока рано, а нарушителям самоизоляции в период заболевания грозят административные протоколы и штрафы. Об этом говорили на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Работу надо делать качественно. Надо каждого человека действительно проверять. Вот что хотите делать, но я не поверю, что у нас за весь период времени было три нарушения. Но не поверю. Один в Советском, а два там в Кировском. Значит, вы некачественно это делаете. Значит, вы не доходите до этих людей. Особое внимание на повестке дня уделили и вопросу оснащения автопарка городских поликлиник дополнительным транспортом. Врачам, что день и ночь трудятся на передовой. Внутригородские районы отдадут 51 служебный автомобиль. Потомная мера вынуждена и необходимая. С ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией автопарк Самарских поликлиник не справляется. Но теперь участковые врачи смогут бесперебойно выезжать к нековидным плановым больным. Ситуация очень сложная. Мы, врача, должны с вами помочь. Выбора у нас с вами нет. Если мы хотим, чтобы эта тема была закрыта как можно быстрее, поэтому 51 машину мы с вами предоставим. Свои отдадим, пешком пойдем. Но тем не менее, медики наши и поликлиники будут иметь все ровно то количество машин, которые они запросили. Из большинства поликлиник Самары запросы на дополнительный транспорт уже поступили. В их числе медсанчасть номер 5, городская поликлиника номер 13, 10-я, 8-я больницы Самары и многие другие медицинские учреждения. Однако, как отметила глава Самары Елена Лапушкина, комплексное решение одного вопроса не освобождает от других, не менее значимых. Необходим как постоянный контроль за соблюдением масочного режима на территории областного центра, так и мониторинг ситуации в общеобразовательных учреждениях города. По сообщению Департамента образования Самары, еще вчера количество классов, закрытых на карантин, было 49. Сегодня на дистанционное обучение отправлено 89. В связи с высокой заболеваемостью учителей, три школы города, 155, 164 и начальные классы школы 124 отправлены на каникулы. В мэрии Самары в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения гигиены в период пандемии и просят жителей города беречь себя и своих близких. Ольга Павлова, Константин Головин, События.